Приветствую вас, друзья мои! Недавно киевские знакомые пристыдили меня тем, что я не был на Евро-Украине, не дышал вольным воздухом майдановской свободы, не общался со счастливыми громадянами. А не видя всех этих монументальных перемен, нельзя, мол, судить о замечательной жизни в прекрасной европейской украинской стране. Это святая правда. Но украинская пресса замечательно освещает все радости вольной жизни, а мы об этом и рассказываем. Вот на днях кабинет министров обрадовал всех голубей страны. Скоро-скоро на Украине торжественно начнут регистрировать однополые браки. Ну, как в цивилизованной Европе и Америке. И, конечно, любящим дядям и тетям будет разрешено усыновлять детишек, но и воспитывать их по своему образу и подобию. Кстати, в некоторых домах культуры уже начали разрабатывать сценарий бракосочетания в соответствии с новыми веяниями. Сказали, очень впечатляет глубина эмоций. А вы говорите, Украина не Европа. Самая настоящая Европа со всех сторон. Ты же вундеркинд. А шо это такое? А черт его знает. Слушай, солдат, и шо я в тебя стал сразу такой влюбленный? Да уж, батальоны влюбленных бандеровцев – это еще та картиночка, достойная пера. Они ж расползутся по блиндажам, и там такая чистка стволов начнется, что дым столбом. Хотя нет, не расползутся по блиндажам, потому что блиндажей нет. Точнее, они должны были быть построены. Но, как обычно это случается в украинской армии, кто-то свистнул 7 миллионов. Придется шулонам по окопам тыняться. Ну да, с милым и в шалашей рай. Кстати, там где-то рядом фельдфебель Ленур Ислямов ошивается и заманивает обиженных в свой батальон. У него боевое задание от Чубарова и Джемелева – собрать армию и пойти войной на Крым. Пусть идет, его уже здесь давно ждут и даже очень просят скорее приехать. Так что, даже если передумает, Ислямова доставят. Он почему-то уверен, что недосягаемый. Какой наивный мальчиш-плохиш. Он пока радуется, принимает награды и почести за то, что предал свой народ. Ну-ну. А тебя, доблестный мальчиш, мы достойно награждаем за твою великую услугу нашему буржуинскому делу. Читайте приказ, адъютант. Записать мальчиша-плохиша в наше славное буржуинство. Назначить плохишу в услужение всех мальчишей, которых мы возьмем в плен в этой войне. Выдавать мальчишу-плохишу ежедневно варенье 10 банок, печенье 20 пачек, халвы ореховой полтора килограмма, а сгущенного молока по 24 банки сутки. А еще, хороший плохиш, за твое предательство и измену, которую ты совершил для торжества нашего буржуинского дела, награждаю тебя высшим буржуинским орденом, белым крестом предателя первой степени. Вот такие герои и строят новую бандеровскую Украину. С каждым днем все радостнее жить. Как решительно заявил премьер-министр Яценюк, в прошлом году экономика страны показала блестящие результаты. А уж в этом году рост будет такой, что ого-го. Правда, когда его попросили уточнить, где и какой рост ожидать, он не расслышал вопроса. Да, 2016 год для Украины будет очень решающим годом. Это не я вам говорю, а сам американский вице-президент Байден. А он стратег, просто так языком не молотит. Вообще, на Западе все политики знают, когда на Украине наступит решающий год. Вот вам доказательства. Еще шесть лет назад президент Еврокомиссии Борозу авторитетно заявил, что решающим годом для Украины будет 2011 год. Но в 2012 году еврокомиссар Фюли сурово уточнил, что для Украины решающим станет 2012 год. Затем уже целый Европарламент поклялся, что именно 2013 год станет решающим для Нэнки. Ну а потом пошло-поехало. Раз в год кто-то, да умно сдвинув бровки, назначал решающий год Украины. В 2014 году Меркель, в прошлом году Вика Нуланд, ну и в этом отметился тот самый Байден. Ай да знатоки, вы бы только видели, как эти гиганты мысли могучим мозговым штурмом решают сложнейшие мировые задачи. Ого-го! Без окон, без дверей полна горница людей. Папа, засеки время. Без окон, без дверей полна горница людей. А как же это мы не догадались, а? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нет, неправильно. Папа! Сейчас, сейчас. Ягварц! Агурайц! Агурец же, елки-палки. Да, гиганты мысли еще те. Но громадяне Украины свято верят в могучесть своих старших наставников. Правда, на днях некоторые недовольные робко спросили у бывшей американской госсекретарши Кандалиезы Райс. Если на Украине так все хорошо, то почему нам, с ведомым, так плохо и с каждым днем решающим этим годом все хуже и хуже? Кандализа сверкнула глазами и строго рявкнула. Молчать, евромайданцы! В африканской стране Либерии туземцы живут еще хуже. Так что жуйте сало, пейте горилку и делайте, что вам говорят. Что до управления Украиной американцами, то это вы и сами, и украинцы сами знают и признают. А куда деваться? За что боролись, на то и напоролись. В начале марта приезжали в Херсон, про границу с Крымом говорили, боевиков поблагодарили за службу, может и с Лямова по головке погладили. Так вот, в одной лодочке собрались боевики, киевская хунта и американцы. Они действуют против России, которая, как говорит сегодня Леонид Кравчук, ворох номер один. Ну, бывший коммунист номер один, а ныне неистовый бандеровец и нацист Кравчук, особенно недовидят Россию. У него даже зубы сводят. Такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Вот эта злоба и алчность, которыми больны бандеровцы, заставляет их кусать друг друга. Недавно наемники, нанятые хунтой, чуть не поубивали украинских морских пехотинцев. А все потому, что Порошенко затянул с оплатой. Из Киева деньги быстро доставили, а иначе некому будет воевать. Еле наскребли. Куда же деваются миллионы, которыми Европа и Америка снабжают Украину? Бандеровцы тырят эти миллионы по-черному. Что говорить, если даже полиция хапает все, что под руку попадается? Казалось бы, куда уж дальше. Но нет предела алчности хунты. Американцы дали на реформирование Генеральной прокуратуры несколько миллионов. Так не поверите, в самом бастионе защиты законности сами прокурорские растащили эти миллионы. Короче, и Европа, и Америка уже объелись этой дружбой с киевской хунтой. Неуправляемые бандеровцы в своей жадности и ненависти лают даже на своих хозяев. Так что, как говорится, недолго музыка играла. Горбатого могила исправит. Желаю счастья и до встречи. Теперь Горбатый! Я сказал Горбатый! Горбатый, выходи. Следующий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова